Братья и сестры В этот день читаем мы евангельское повествование, в котором Нафанаеву говорит Господь, что видел его под Смоковницей еще до того времени, как его позвали идти за Христом. Что там под Смоковницей, никак неизвестно. Но на эти слова Нафанаев отреагировал так, что назвал Христа Сыном Божиим и таким образом прославлял его. Но и Господь прославляет каждого из нас, каждого человека, каким образом. А все очень просто. Со стороны Бога это все просто. Он дарует каждому из нас благодать Духа Святаго. Но с нашей стороны бывает все иначе, не так просто. А не просто по причине такой, что превозношение человечества имеет безграничный свой характер. Мы знаем, как множество было еретиков, ересей, было и есть, сохраняется. Вот как споры о том, что Христос имеет человеческую природу безбожественной, будучи воплощенным здесь. И наоборот. Знаем о том, что кто-то из нас рассуждает, что Бога нет. Я имею в виду, и живущих на земле, не находящихся в храме. В храм приходит и сказать, что Бога нет, такого еще пока не слышно. Ну, сомнения бывают у человека, конечно. Но не от того, что он не верит в Бога, а от того, что ему печально, и он в себе сил не находит с этой печалью бороться. Множество всяких отношений, как между людьми, между друг другом, так и сколько людей, столько мнений бывает. И в отношении Господа, который присутствует ли он с нами, играется ли он в какие-то игры, справедлив ли он, злой ли он, либо добрый. Всяческих споров множество. И как уже я сказал, что все это происходит от нашего собственного превозношения. Библейская история вся, целиком вместе взятая, она свидетельствует об этом на каждом этапе жизни человека. И вавилонскую башню строили. Не от того, что с Богом хотели быть, а хотели себя в грудь бить и говорить, что мы Боги. Самоволие человеческое, которое не имеют под собой никакого основания. Это равносильно тому, что человек, видя птицу, скажет, я летать умею. Безумец. И нужно ли вмешательство Божие, чтобы этому безумцу еще хоть какое-нибудь наказание дать? Не нужно. Самое высшее наказание сам себе создал. В мире все, что творится, это и есть проявление самого яркого вот этого отношения, что человек считает, что он что-то может. что против своего же человека пойти, такого же, как он, а чаще всего, как мы видим, более слабого, невооруженного, невинного, дитя, то есть, насколько лукав порой бывает человек в своем проявлении к жизни, в своем безверии, что есть душа человеческая. Недаром святые отцы каждый раз старцы, либо еще кто из проповедников и само Евангелие всегда указывает на то, что приближаются времена страшного суда. Но, как мы знаем, 2000 лет прошло с тех самых первых слов об этом. А почему так? А давайте вспомним. Кто есть Господь? Господь есть Любовь. За все существование церкви сама вера, религия не изменилась никак. Вообще никак. учение о Боге ничем не поменялось. Но поменялось отношение, так или иначе, внутреннее, церковное. И меняется оно с тем условием, в каком состоянии находится общество. Мы, если читаем книжку о том, как себя вести в храме, как должен человек проводить пост, мы видим всю строгость. Всю строгость того, как оно должно быть. И какие наказания за те или иные грехи мы тоже в книжках можем почитать. какие отлучения от причастия, отлучения от церкви, анафема. Все это мы можем прочитать. И все, что есть там, строгости, включая отлучения, анафемы и тому подобное, это все к каждому из нас применимо. Но никто нас не отлучает в данной ситуации. Откуда это? Именно оттуда, что Господь сам сказал в свое время, что пришел сюда не для того, чтобы всех покарать, а призвать грешников на покаяние. Милость проявить, а не суд. И вот эта милость каждый раз в терпении многократным Господнем, которому мы и сами призываемся постоянно, вот она и меняет внутреннее состояние церкви. Мы, понимая всю строгость, всю ответственность, проявляем самое основное, любовь друг к другу. Не осуждаем, а принимаем и научаем друг друга. Когда человеку в сердце входит та благодать, которую он ощущает в храме, как в обращении к Богу, когда мать видит чадо, которое только что родилось после тех болей, которые испытала, какие могут быть еще свидетельства о том, что претерпев наименьшее, получаешь большее. Нафанайло было так и сказано, если ты вот только лишь от слов, что я видел себя под смоковницей поверил, то больше всех узришь. А какими словами была встреча? Сначала самого, когда позвал Нафанайла, что может быть хорошего от Назарета? То есть человек настроенный категорически. Не в сомнениях, никак, а категорически. Да не может быть ничего от Назарета хорошего. И тут после слов Христовых он говорит о том, что ты Бог мой. Какие нам нужны чудеса, свидетельства и все остальное для того, чтобы назвать Бога Богом? для того, чтобы понять, что любовь Божья, она вне нашего быта, в котором мы постоянно заражены. И от этой заразы отойти практически не в состоянии. Наполняем друг друга злобой, ненавистью, всеми вещами. искушаемся на самые простейшие вещи, как обезьяна на банану. и визжим от радости и удовольствия. не понимая того, что есть выше всего этого. Бывает просветление, конечно. Не стояли бы мы в храме, не обращались бы ко Господу, не шли бы на истовить, если бы не было в душе нашей той самой благодати Духа Святаго, которую Господь по своей милости или бы нам даруются. Даже порой не можем объяснить, почему нас тянет так, почему нам так хочется. А я вам скажу, подчас, особенно как мы за нацию русские терпим долго, а потом ярко можем резать. натура именно такая человеческая в первую очередь. Мы терпим, 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 сами себя терпим, всех терпим. Вот, потом либо, ну, два пути, либо обвиняем всех вокруг, либо начинаем понимать, что что-то не так, и надо менять самого себя. А как это изменение найти, где его искать? Только в одном месте. Там, где всегда говорилось только об одном. Любите друг друга, и так исполнится закон Христова. Любите Бога и творите все, что вы хотите. Вспоминая и напоминая о том, что если ты любишь, но ты никак не захочешь обижать, унижать, оскорблять, ни словом, ни делом, ни помышлением. Именно любовь является самым основным фундаментом для жизни человечества. Мы говорим обычно, что любовь это Господь. Значит, Господь является нашим фундаментом. Да будет оно так. Аминь. еще раз вас поздравляю с торжеством православия. Слово само по себе за себя отвечает. Правая правильная слава. Подходите ко кресту, принимайте благословения, слушайте благодарственную молитву по святому пресечению. Всех вас из причастия к кресту. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Спасибо.